Это программа на Звездной Волне и сегодня у нас так называемый телемост Россия-Италия, потому что на связи итальянский певец, композитор, автор текстов и аранжировщик Рената Монти, а также супруга Рената, Элеонора Ким Монти. Элеонора, Рената, здравствуйте! Здравствуйте, Марина! Нам тоже очень приятно вас видеть и также мы приветствуем всех телетрителей телеканала Дон-24. Привет всем зрителям! Рада вас видеть и слышать. Глядя на вас, я уверена, что наша беседа будет теплой и интересной. Ну и начнем, конечно, с актуального, чем занимались во время самоизоляции. Рената говорит, что во время карантина у него было больше свободного времени, и он этим воспользовался и не переставал работать. Работал постоянно, записывал новые песни, сочинял новые песни, продолжал сотрудничать со своими коллегами из-за границы, в том числе и с российскими коллегами, продолжал свои музыкальные проекты, в том числе принаду сотрудничал с Адельей Скендировой, с очень талантливой и очень красивой певицей из вашего города, из Ростова. Шаг за шагом, но только вперед, день за днем, за годом год. Ты знай, к мечте дороги нет другой. Падая, вновь вставай, но надежду ты не теряй. Пусть даже никто, никто не верит тебе. И также Ренату и его друзья, итальянские певцы, записали очень симпатичную песенку Олега Газманова на русском языке. Все на русском пели, научились петь по-русски. И потом получился очень симпатичный ролик, который всем очень понравился. И также Ренату проводил много времени с семьей, играл со своими детьми, помогал своей жене на кухне. Даже это он сказал, что помогал мне на кухне. Меня аютату танто, инкучина. Си, я аютату moltissimo. Сопротто, soprattutto, ла ютаво а куочеря ла паста. А, прежде всего он мне помогал варить макароны. Это у него хорошо получается. Он говорит, что кастрюля с макаронами очень тяжелая, он помогал мне ее поднимать. Поехали много времени с гидарой, с гидарой, с гидарой и с cantой. И вот это я уже сказал. Много пел, много играл на инструментах. И так прошел наш карантин. Очень-очень плодотворно. Вы плодотворно провели время во время самоизоляции. Здорово, мы еще подробнее об этом поговорим. А сейчас немножко вернемся в детство. Свои музыкальные способности и любовь к песне вы начали развивать еще в детстве. Не так ли? Да, Рената говорит, что это все началось уже в детстве. Будучи еще учеником начальных классов школы. Возвращаясь из школы домой, он быстренько обедал, закрывался в своей комнате, брал свою гитару и бренчал, и пел во все горло так громко, что его слышали все соседи. Он устраивал целые концерты и пел часами, часами до самого ужина. И самое интересное, что соседи, когда его встречали, не злились на него, не ругались, а наоборот, хвалили и заказывали свои любимые песни. Рената любил петь песни из репертуара своих любимых певцов, Джанни Моранди, Чичит Черентано и других известных в то время певцов. И соседи ему даже заказывали какие-то свои любимые песни, говорили, почему бы тебе не спеть вот такую песню, почему бы тебе не спеть вот эту песню, которая нам очень нравится. Вот, и его знал весь квартал. Знали, что в таком доме живет такой вот певец, который целыми часами распевает и устраивает концерты. Поэтому все это началось, все его приключения с музыкой, это все с раннего детства. Рената, честно вам скажу, что я была бы рада, если бы в моем доме жил такой замечательный, музыкальный, творческий, талантливый сосед. Но все-таки вы с детства хотели стать музыкантом, или была у вас другая детская мечта? Рената говорит, без сомнения, музыка была его самой главной пассией, его страстью с самого раннего детства. Даже его мама часто вспоминала, что когда он был младенцем и плакал, его плачет упоминал пение. Оказалось, что он поет, а не плачет. Рената говорит, что часто в детстве он смотрел в небо и любовался, и восхищался самолетами, вертолетами и мечтал. Вот бы научиться управлять этими небесными машинами. И поэтому вторым, и второй его мечтой, это как раз была мечта стать пилотом. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Но все-таки музыка, Рената, причем вы стали профессиональным музыкантом. И если я не ошибаюсь, музыки вас учил маэстро Анджело Качато. Права ли я? Да, Марина, совершенно верно. Рената получил свое музыкальное образование в школе у маэстро Анджело Качато. Это один из самых лучших итальянских маэстро, большой профессионал. И это Анджело Качато, он по происхождению сицилиец. Это значит, человек с горячим южным темпераментом. И Рената говорит, что он его научил не только технике, музыкальной технике или теории музыки. Он его также научил другим вещам. Умение держаться на сцене непринужденно, не теряться в любой ситуации и многому другому. И Рената вспоминает его слова, его фразу, которую он чаще всего повторял. «Метти черкоре» – это значит «кладывай все сердце во все, что ты делаешь, в твое творчество, в твои песни». «Метти черкоре». И вот эти слова, эта фраза стала также названием одной песни, которую Рената написал как музыкальную заставку к одной очень популярной спортивной передаче «Метти черкоре». Значит, «вкладывай все сердце», «отдавай все сердце». «Метти черкоре», «Метти черкоре». «Метти черкоре» «А хотели бы вы, чтобы дети пошли по вашим музыкальным стопам?» Рената говорит, что он никогда не принуждает своих детей делать какой-то выбор. Они должны сами сделать свой выбор. У нас четверо людей. Старшая дочка Каролина, она журналистка. У нее своя передача на радио, посвященная полиции. И также она работает для телевидения также. Второй сын – старший сын Эльбис. Он пекарь и кондитер. Но он живет сейчас в Сенегале, в другом регионе, в регионе Марке. Приехал он из Рима. И у него там своя деятельность. Он печет пиццу, плек, делает мороженое. Средний сын Эльбис. Он очень спортивный. Он болельщик римской футбольной команды Рома. Он большой знаток футбола. Он даже любит ходить со мной на мою передачу. Я как раз веду передачу о футболе, о Роме. Он очень любит ездить со мной на мою работу. И футбол – это его страсть. А вот младший Андрея, он как раз, он получил от папы музыкальные способности. Он уже играет на пианино, ходит музыкальную школу и мечтает стать музыкантом. Вот. Вся надежда на Андрея. Если в Италию к вам приедет гость из России, первым делом, куда поедете и какую достопримечательность покажете? Рената говорит, что он своему гостю из-за границы посоветовал бы посмотреть всю Италию. Потому что Италия очень красивая. Очень трудно с выбором. Здесь все красиво. Здесь много городов старинных. Посмотреть надо Венецию обязательно. Неаполь, Флоренцию, Капри, полуостров Горгано. В Раскате, например, славится своим вином. Там производят известное вино в Раскате. Очень красивый город. Очень там много интересных мест. И очень красивый вид сверху на Рим. Еще есть озеро красивое в Кастергандо. И не только. Также в этом городке находится летняя резиденция Папы Римского. Папа Римский там всегда летом отдыхает. Там тоже очень красивые виды. Очень есть много симпатичных ресторанчиков, аттрактирчиков типично итальянских. Поэтому Рената вас всех приглашает в Италию. И потом я хочу приглашать Марина. Марина, приезжай в Италию. Рената вас приглашает к нам в Италию. Добро пожаловать. Мы вас ждем. Вы очень красочно описываете достопримечательности Италии. Во-первых, слышно, что вы действительно любите свою страну. А во-вторых, конечно, вы знаете, вызвали во мне такой интерес. Теперь мне тоже хочется в Италию. Я думаю, что в будущем я обязательно воплощу эту мечту. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова На связи сегодня с нами были итальянский певец, композитор, автор текстов и аранжировщик Рената Монти, а также супруга Ренаты Элеонора Хин Монти. Это была программа на Звездной волне. И на этом я, Марина Орлова, с вами прощаюсь. До встречи. Александр Савельев.